Любая машина из музея военной техники в Верхней Пышме может участвовать в подобной реконструкции, потому что каждый экспонат на ходу. И сегодня танки и самоходки проехались по улицам этого уральского города. Больше всех шума наделал Т-35, боец времен Великой Отечественной. А вот Шерман-4, американский танк, наоборот, удивил всех легкостью и плавностью. Роман Сумин наблюдал за шествием. Песни о войне сегодня звучат из всех динамиков. Они подбадривают тех, кто вышел отмечать 9 мая на улице и отвлекают от слезливой погоды. Небо над головами хоть и хмурое, зато мирное. Семейный праздник у нас всегда был и остается. Сейчас хотим сходить с сыном, посмотреть технику военную, времен войны. И показать молодому поколению, на чем воевали деды, прадеды. Этот смотр давно перестал быть городским. В Верхнюю Пышму зрители специально съезжаются со всей области, чтобы посмотреть на легендарную военную технику. К примеру, знаменитые 34-ки впору в музее стоять, а танк до сих пор на ходу. Как и его старший брат, пятибашенный, но неповоротливый Т-35. Из-за нерасторопности почти все бронированные махины подбили еще в начале войны. Но уральские реконструкторы воссоздали гусеничную крепость по архивам и чертежам. Надо сказать, что для этого была проведена очень серьезная качественная работа. Во-первых, необходимо было поднять и изучить чертежи этого танка. Во-вторых, обмерить тот самый танк, который находится в Москве. Ну и тот самый пример, когда пришлось буквально, начиная с болтов, то что называется, то есть с основы его реконструировать один в один. Еще одна новинка этого смотра – американский танк «Шерман-4», который в свое время понюхал пороху. Машина, которую отремонтировали в Верхнепышминском музее, сослужила советским солдатам хорошую службу и не раз выручала их в боях. У него поставили авиационный двигатель воздушного охлаждения, поэтому корпус такой высокий получился по сравнению с остальными многими танками. И двигатель был бензиновым, поэтому не всегда танкисты наши любили, поскольку бензин, возгорание при частом попадании. Но тем не менее наши танкисты любили их за комфорт, поскольку все-таки иномарка и ход тише, плавнее. Для современников это шествие все равно, что оживший учебник истории, а для ветеранов – воспоминания из военного прошлого. Даже те, кто трудился в тылу при виде техники, не могут сдержать эмоций. Говорят, хорошо, что это кончилось. Правда, в далеком 45-м о Великой Победе многие узнали не сразу. Когда война кончилась, жили мы в районном поселке, там ни телефона, ни радио, ничего не было. Нарочного послали с военкомата. Нас, в общем, собрали на лошадь, там две или три запрягли, на этот район повезли, поздравляли, как говорится, днем Победы. Столько было слез, столько было радостей. Эта радость сегодня со слезами на глазах. С каждым годом героев становится все меньше, но память о них будет жить вечно. Роман Сумн, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.